всем добрый вечер как меня слышно пишите пожалуйста десяточку если слышно хорошо ну что начинаем время уже одна минута кто захочет как присоединиться все кто вышел сейчас и выйдет присоединиться сегодня точно в этом году закроет новое звание потому что праздничные дни и вы вышли на обучение большие молодцы хотя я знаю что тут есть люди которые знают секретики итак поехали меня зовут светлана бодрова я живу поселке беринчук самарской области и хочу сегодня вам рассказать методы рекрутинга которые больше всего мне нравятся ну во первых какая ваша цель в проекте вот вы пришли да вот особенно новички мне интересны здесь есть новички на площадке если есть новички напишите единичку и напишите свою цель проекте наверняка вы хотите хорошо зарабатывать иметь такой доход который позволит вам проводить больше времени с семьей и друзьями вы мечтаете о жизни полной свободы красоты успеха профессиональных достижений да кто об этом не мечтает об этом мечтает наверняка все кто присутствует здесь и кто не присутствует тоже мечтает но где-то далеко от нашей площадки они мечтают нас вы независимым там настя вижу да новичок у нас есть спасибо за обратную связь но о чем вы мечтаете чтобы чтобы у вас все получилось правильно очень важно знать что вы хотите от проекта то есть вот вы пришли и сразу как бы уже определили что вы хотите например у вас нет жилья вы хотите купить квартиру или у вас есть квартиру хотите купить дом или вы хотите купить машину ну или что то еще там зависимости от ваших хотелок да что вы хотите о чем мечтаете ваша мечта и сразу такой вот вопрос зачем я буду приглашать и рекрутировать многие задают новички ой не хочется да слышали наверняка слышали некоторые уже кто сопровождает новичков да наверняка даже все что ой рекрутировать ой и в общем дальнейшие пить это да а 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 И сейчас я ползу. Пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста. Так, а как всегда? это далеко напишите пожалуйста нет звука совсем есть да ну хорошо что тут такое происходит то есть еще опять вопросы за чем я буду писать людям письма такой же ответ ребята такой же ответ чтобы себе итоге приобрести то что я мечтаю но я хочу сам поделиться такими методами рекрутинга которыми мне вот очень близкие которыми я работаю это личная страничка в контакте в одноклассниках плюс другие странички соцсети если есть инстаграм у меня инстаграм только-только я начинаю как бы пошагово идти с полгода наверное вот пока у меня еще не в этом да татьяна энергетика в этом еще не так я разобралась да и фейсбук тоже не раскрученная страничка но у меня задача все это освоить дальше работа группой вайбер и ватсап потому тут как рыбка в воде да и личный бренд соответственно а сейчас я расскажу как я работаю вы если вам нравится выберите такие удобные методы и будете совершенствоваться в этих методах и так вы создаете страничку вот у нас почему я сейчас опять вернулась к старому методу да про соцсетях работа потому что мы сейчас сидим с вами самоизоляция мы сидим дома и сидим за интернетом вернее за компьютером сидим в интернете и что же делать да вот у нас есть вот у меня конкретно в команде есть новички которые не знают как создать страничку дополнительную рабочую смотрите вообще на главном фото обязательно должно быть ваше лицо то есть вообще как бы вы создаете хоть она рабочая страничка но она должна быть соответствующая да никаких я не люблю на страничках какие-то застолье цветы с разные там животные да вот таких людей я не приглашаю как и сама до свою фотографию ставим аватарочку обязательно ставим любой нейтральный статус очень много сейчас в интернете статусов под вашу под ваше настроение до поставили статус красивые картиночки можете какой-то рецепт поставить до мудры фраза то есть абсолютно разные чтобы что вы хотите на брендовой страничке я не работаю на брендовой страничке она слушает как бренд я на нее тоже приглашаю приглашаю друзей друзей то есть я рекрутирую по-другому на брендовой страничке я ее берегу до для такого своего личного бренда я эту страничку бренду подружился своими страничками рабочими и работаю раз в день я выхожу может могу два раза в день если у меня есть время на нее выйти два раза да то есть я развиваю личный бренд на этой страничке Кто-то, если так же пользуется, напишите двоечку. Кто-то, если использует, так же брендовую страничку. Что еще? Я не извиняюсь. Сейчас я выключу. Добавляю на страничку живые фотографии. Вообще живые фотографии лучше работают. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Живые фотографии лучше работают. У меня есть животные, у меня есть дети. Интересные фотографии, интересная жизнь. Согласитесь, ведь люди очень любопытны по своей природе. Поэтому мы ставим качественные живые фотографии. Не менее пяти штучек. Потом, если что, мы добавляем для интереса. То есть первое вот такое идет развитие нашей рабочей странички. Дальше что? Мы понимаем с вами, что если мы с вами работаем на страничке, то это нужно смотреть лимит. Лимит в чем? Чтобы много действий не делать по первости на вот этой рабочей страничке. Когда мы с вами вот эту красивую обложку сделали, мы оставляем страничку на модерацию на 5-7 дней. Но заходим в нее и делаем 10 таких движений на страничке. Мы можем классы поставить, да, можем дружбу предложить. Но дружбу предлагаем тем, кто в сети. Опять-таки, кто в сети, вы уже посмотрели, что у него тоже такая же красивая фоточка, да, что человек реальный, живая фотка, да, и также приглашается. Лучше больше аккаунтов сделать, но меньше нагрузки будет. То есть вы, получается, если вы 10 аккаунтов сделали, вы выходите и начинаете на них понемножку-понемножку друзей набираете. Что мы делаем? У нас большая команда. Мы просим своих девочек друг к другу заходить. Кидаем ссылку на страничку и заходим все в друзья. То есть уже есть наполнение человек 10, да, а потом дальше уже сама хозяйка странички ходит еще по своим друзьям. То есть можно разных, ну, родственников тоже пригласить. У меня тоже родственники на многих страничках. Они знают, что это рабочий инструмент у меня, да. То есть ориентируйтесь вы на возраст аккаунта дальше, да. Если у вас только-только вы дозрели страничку, значит, движемся по ней аккуратно. Первые две недели, то есть мы по ней, ну, аккуратненько ходим, делаем какие-то классы, ставим оценочки. Ну, просто видно, что модератор видел, что вы просто по ней ходите, да, что вы пользуетесь этой страничкой. Я вот недаром поставила здесь внизу такие значки. Кто-то получал уже такие значки. Поставьте троечку, пожалуйста. Такое, знаете, когда блокируют страничку. Это очень неприятно, но это не смертельно, я вам говорю. Сразу пугаться не надо, потому что ничего страшного. Людмила, вот-вот, тоже было. Это ничего страшного, ребята. Это рабочий инструмент. Страничка – рабочий инструмент. Абсолютно расстраиваться не будем. Ну, для первого раза я советую сделать пять рабочих страничек. У меня, например, все присоединены странички к номерам телефона. Ну, так как у меня родители взрослые, у них нет соцсетей. Мамы, папы, свекоры, свекрови. То есть их номера телефонов, вот уже четверых я перечислила, да, и у меня три номера, да. И, то есть, соответственно, к каждому номеру прикреплена страничка. И в ВКонтакте, и в Одноклассниках на один и тот же номер можно по одной страничке сделать. Ваша страничка вообще, это, чтобы вы ее создали, это первое впечатление о вас. То есть вы сами поймите, вот как бы оцениваете со стороны, вы к себе сама зайдете, если у вас там будут застолье, будут какие-то, ну, некрасивые моменты, да, которые вы класснули. Вы даже, допустим, гуляете по страницам, вы классаете тот, те фотографии, которые вам ближе по духу, да. Пусть они сидят, допустим, люди на природе, но это сидят там в красивом месте, да, просто без застолья, без всего вот этого, без шабашности, да, как говорится. Все культурненько, аккуратненько. То есть у вас такая страничка должна быть прям очень вкусненькая, привлекает внимание, которая. Закачивайте себе, заходите в группы, добавляйтесь. Вот такие группы должны быть тоже. Я позитивный человек, да, у меня страничка добавлена, мир позитива, то есть океан, мысли, отдых у моря. То есть вот такие, добавляйте себе группы. Страничка группы, добавляйтесь в группы. И вот там классы эти, у вас все равно в день будут выходить темы разные. Вы там можете класс поставить, можете оттуда же взять и статус. То есть все себе берете, да, вот оттуда самое положительное, самое позитивное. Помним, на новом аккаунте мы работаем с вами очень осторожно. Сообщения мы делаем короткие. Не копируем сообщения. То есть вот вы, например, пригласили или поздоровали, здравствуйте, Светлана, да, это уже скопировали, и вам лень писать следующему человеку. Здравствуйте, там изменили имя Татьяна. Так нельзя. Ребята, это сразу спам видно. Вы пишите ручками. Не пожалейте, у вас страничек мало. Когда у вас странички раскрутились, вы уже просто пальчиками клац-клац-клац-наклацали, здравствуйте, да, или делайте предложение, допустим, Татьяна, я смотрю, у вас это очень красивые, там, ну, цветы, да, или там у вас там собачка или что-то, начали разговор, диалог начали с человеком, но опять-таки, кто в сети, работаем с теми, только с теми, кто в сети. Понимаете, тот, кто, допустим, не в сети, может быть, он зайдет через год. И зачем вам это надо, что лишняя трата времени на этого человека будет сидеть, ждать, как-то старушка у разбитого корыта, вот человек мне не ответил, и я отослала. Это уже просто, я говорю, потому что это много, люди на этом ошибаются, да. Также, если человек вам говорит, нет, спасибо, всегда лаконично, четко говорите, спасибо за ответ пишите, и пожелание там хорошего вечера, если это вы вечером, или хорошего дня, если вы этот днем делаете рассудку. То есть расставаться нужно на позитиве, опять-таки. Я вам точно скажу, поэтому нас и знают Арифлейн, потому что мы позитивные люди, мы такое поддерживаем, оппозиционируем именно, хорошее настроение, прекрасный такой, знаете, настрой. Странички сразу не открываем все, парочку можно, не больше. Я точно вам говорю, две страницы не больше, потому что модераторы видят, с какого адреса вы вышли. То есть кто вас добавил в друзья, с теми вообще легко общаться. Ну, не засыпать их, конечно, никакими вопросами, никакими не давить абсолютно. Добавились друзья. Спасибо, Светлана, что вы меня добавили в друзья. Я к вам хотела обратиться с просьбой, ждем ответ. То есть человек в сети, он начинает с вами диалог, вы продолжайте. И так можно зацепиться и поговорить. То есть здесь ничего вы не пишете такого, чтобы человека начинать немножечко к себе располагать. Ответившим «да», мы пишем так, что, допустим, я написала, что у меня предложение делового характера, что я интернет-предприниматель и хочу вас пригласить к свою команду. Я очень сейчас сокращаю текст, как вы относитесь к удаленке, просто пишу, да. Они отвечают. Если «да», отвечают. Я пишу «Людмила, как можно с вами связаться, чтобы рассказать суть? Мой телефон такой-то вот». Я сразу указываю телефон, я не жадничаю. Я сразу указываю телефон, указываю, и человек, если насторожился, я пишу следующее. «Боитесь давать телефон?» «Найдите меня в вайбере или ватсап». «Пришлите смайлик» и время для звонка. «Беседа займет 5-7 минут». То есть всё, вот таким работаем, таким методом. Много не пишем, писанины лишней не нужны никому абсолютно. Лаконично и чётко. Просит написать тут суть, да. Скажите тут очень много, напишите четвёрки, у кого так пишут. Наговорите, вернее, объясните тут. «Я сейчас наговариваю голосом». Наговорила голосом, да, Оля, ага, наговорила голосом. И прям то же самое, я не зацикливаюсь, не цепляюсь с людей. То есть я переписываюсь с ними, я сказала, ну, своё, как говорится, телефонное собседование провела вот таким образом, приглашение сделала. Всё, человек скажет «да», да, это, значит, мой человек пойдёт со мной вместе, да. Если нет, ну, пусть нет, ну, нет, сюда нет, да, нет, следующий, как говорится. Новички, дорогие, работать с возражениями самим не стоит вообще. Я вообще не советую это делать. Лучше напишите, вот у вас есть всех рабочий чат из своей команды. Напишите в этот рабочий чат, как у нас делается это. Сразу кидают девчонки скрин, что мне ответит. То есть мы сразу, кто у нас у компьютера или у телефона, ну, практически сейчас все 99% людей, да, мы сразу ориентируем, что написать в ответ. То есть вот таким образом мы с вами работаем. И цель наша – выход на одну регистрацию в день и более, конечно. Это же понятно всем, да. Ещё раз вернёмся, кого мы добавляем друзьям. Слайд у меня что-то перескочил, наверное, или я неправильно загрузила, да. Обращаем внимание, когда люди заходили в соцсети, когда фотографии какие, да, количество друзей. Чем больше друзей, тем лучше. Но смотрите, чтобы это не было тысячи. Тысячи друзей тоже напрягает, тоже не надо такие вам, как говорится, тысячи – это человек, значит, уже какой-то у него бизнес. И добавиться в друзья – это будет лишняя вам морока, потому что вы ещё не знаете, как себя вести с таким человеком, да. Как говорится, задавит своим авторитетом. Поэтому лучше не нужно с такими большим, огромным количеством. Как правило, это есть такие тысячи и более людей. Смотрим, 100-300 друзей. То есть вот таких людей мы как бы с вами и начинаем приглашать. Если статус интересный, то есть мы ставим на статус тоже какие-то свои мысли, да. И люди также… им просто класс, понравился статус там. Татьяна, мне понравился ваш статус. Всё. То есть мы приглашаем с вами, работаем вот с таким живой аудиторией. Не нужно ждать, не нужно гадать, ответить, не ответить. Не ответили, но следующий ответит. И, конечно же, я очень советую, дорогие новички, работать с городами, которые близлежащие. Например, если это Иркутск или там какой-то дальний-дальний город, да, Владивосток, это у нас и временная разница, и далеко. То есть мы с вами, не знаю, у нас поблизости в нашем регионе городов огромное количество, и городов, и районных центров, и посёлков. То есть есть непочатый край работы, не надо далеко ходить. И здесь мы с вами больше, как говорится, как рыбки в воде, всё знаем, да. Итак, наше ежедневное с вами действие, когда мы начинаем заводить страничку и с ней работать. Это просмотр активности, выставляем новый пост. Если вы, допустим, можете не выставлять новый пост, как я вот сейчас не выставляю новый пост, я его выставляю два раза в неделю. Ну, вот так вот у меня как-то сейчас уже просто наработано много, да, таких моментов, да, и люди как бы всё равно заходят, заходишь на каждый день, и всё равно кто-то у тебя уже был в гостях и классы поставил. То есть уже идёт какая-то движуха. Добавляем обязательно в друзья. Вот я добавляю 5-6 человек в день, то есть могу, ну, в раз, могу в день добавить два раза. Утром зашла, вечером зашла, то есть страничек много, я могу заходить как бы, но стараюсь всё делать всё-таки один раз, да. Делаем предложение, минимум вообще 10 активностей. 10 активностей что подразумевается? Это вы 5 человек добавили в друзья, например, поставили 3 класса и сделали 2 предложения. Это начальный этап, чтобы вам начинать раскручивать страничку. 2 предложения – это не значит, вы кинули портянку, скопировав её у своего спонсора, да, или уже вы гуляете везде в разных параллельных мирах, как я называю, да, в параллельных командах сейчас чатов очень огромное количество. И вам кажется, что там зеленее трава, ребята, нет. Лаконичные, короткие предложения. Делаем то, что говорит ваш, ваш стоящий спонсор. Делаем 10 активностей, это обязательно, как бы, лучше, не превышайте. Вы только начинаете работать. Далее. У нас с вами есть ещё такая работа, такая, да, как говорится, это рекрутинг. Мы рекрутируем среди, ну, по ходу, называется, по нашему общению. Куда бы мы с вами не пошли, куда бы мы с вами не, как говорится, подались в такое, сейчас даже такое время. Вот в сумке у вас всегда должен быть каталог. У кого в сумке всегда каталог, поставьте, пожалуйста, пятёрочку. У меня в сумке всегда каталог. Иду ли я в магазин, а вдруг я встречу. Ой, какие все умнички, да какие вы все умнички. Отлично. Это называется рекрутинг по пути. Зашли в аптеку, предложили. Сейчас в аптеку очень много заходит за масками, за теми же, да. Узнать, есть маски в продаже или нет. Это там, что у нас, например, в Безенечке, дефицит, какое слово раньше было, да, нет масок. Вот, зашли вы, мимоходом, зайдя в подъезд, встретили соседку, отдали каталог. У нас много мамочек в декрете конкретно, вот у меня в команде, да, садик, школа. Это сейчас у нас такое самоизоляция, но у вас есть чаты. И я знаю, сто процентов, у каждой мамы есть по два чата наверняка с родителями и с воспитателями, да. Вот есть отдельно с воспитателями родителя, есть отдельно родители, да, только всех есть это точно. То есть вы можете им предложить абсолютно. Абсолютно. Я знаю, у нас тут Ирина Приезжева, она всегда сто процентов, она использует свой чат, заказы у нее идут, у Тани Удовиченко. Это именно, как говорится, те знакомые ей через детей. Вот, это очень здорово и удобно. То есть почему бы нет, если можно так предложить. Сейчас открыли, опять-таки, парикмахерские. Вы идете в парикмахерскую, захватываете с собой каталожик и в процессе, пока вам девочка наводит красоту, ля-ля-ля-ля-ля, разговорились мы, девчонки, такие говорушки, да, и порекомендовали, пожалуйста. Ой, аж с подружками, это вообще запредельно, да, это можно, как говорится, потрындить, поболтать и все. То есть и предложить, и рассказать. Также в очереди, хотя сейчас очереди уже как бы и не наблюдаются, да, я вот в больницу, слава богу, не хожу давно. Вот, но если там в очереди все равно рассказывается, как-то я ездила в электричке, тоже сама открывала каталог прилюдно. То есть, ребята, мы с вами не в тайге. В любом случае, даже сейчас, если мы на самоизоляции, мы с вами не в, как сказать, не в полной изоляции, не в космосе. Понимаете, мы с вами среди людей. Поэтому рекрутинг по ходу. Вы пошли в магазин, попутно занесли в один магазин, другой магазин, третий магазин, прошли до супермаркета, обратной дорогой идете, зашли в аптеку, еще куда-то, что у вас по пути. Сказали, девочки, я завтра приду или там послезавтра приду. Ну, посмотрите, может быть, что-то интересное, а сами уже сделайте закладочки. Это проверенный метод, где вы закладочки сделали, где вы человека направили, они обязательно это заглянут глазом точно и минимум что-то закажут. Все равно, это уже проверено. Это рекрутинг по ходу называется. Мы с вами это уже, как говорится, знаем. Дальше. Самое классное, мне нравится группа Viber. У кого есть группа рабочая, вернее продуктовая группа, продавашечка любимая, у кого есть, напишите шестерки. Напишите, пожалуйста, у кого есть продавашечка. Так, пошли шестерки. Умнички, какие вы умнички все, молодцы. У кого нет, создавайте продавашку. Это очень классно. Знаете, это какой-то прям, это родственник ваш будет, это будет ваш ребеночек, ваша группа. Первым делом глазки открываем утром, еще даже не дошли до ванной комнаты, уже телефон берем и смотрим, что же там у нас произошло. Создали группу. Если у вас пока вы думаете, ой, меня некого добавлять. Ребята, у вас в телефоне сколько контактов? Напишите, пожалуйста, сколько в телефоне у вас контактов. Но приблизительно. У меня, я зашла, у меня 700 с чем-то контактов, ребята. 700 с чем-то, это же вообще капец какой-то, прямо ужас. Непочатый край работы. Очень много людей, которых я добавляю в группу. В группе у меня, я не помню, 100 с чем-то человек. Вот представьте, у меня еще из моего, из моей телефонной книги, не все у меня пришли, как говорится, в группу. То есть контактов очень много. Смотрите, вы создали группу. Опять-таки у вас палочка-выручалочка, ваша команда. Как наполнить ваш контент, ваше количество людей. Пригласили девчонок. Девчонки, у нас группа. Вот у нас недавно пришла Настя Башатова. И Настя таким образом добавила нас, всех, кто мы есть, для количества. Естественно. Еще она своих добавила. Те своих еще добавили. А мы кидаем еще, знаете, кидаем такую заманушку, допустим. Девочки, не жадничайте. Добавьте своих. Вот вам ссылочка. Пусть пройдут по ссылке. То есть добавляют, добавляют, добавляют. Своих там проходят. Потом опять-таки с ними есть возможность зацепиться, познакомиться, списаться. Кто вас пригласил, а с какого вы города. Вот. Очень хорошо работает в этой группе, когда вы живые фотки выставляете. Это вообще классно. Тушь. Пожалуйста, тушь рекламируем. Глазки накрасили. Поставили красивые. Селфи сделали. Все, поставили. Вас же видят люди. Ага. Туши. Ну, это она пользуется. Я тоже такой хочу. Я люблю делать коллажи. Люблю делать коллажи. Какой-то, мне кажется, например, какой-то продукт не охвачен очень пристально. Да. Я его делаю. Красивый коллажик. И выставляю себе в группу. У нас же моментально. Еще я не успела до конца клацнуть до клавиши. Я смотрю, уже разлетелась по всем девчонкам вся эта информация. Даже не надо никуда это. Они все скопировали, все в себе продавашки унесли. Это классно. Вообще супер. У нас Таня Удовиченко, Лена Жаркова делают отличные коллажи. Сделали коллажи. Раз, накидали, накидали, отправили. Все. Это же красота какая. То есть, вот смотрите. Мы добавили людей. Сейчас что еще? Новую фишку вам расскажу. Как мы работаем. Группы у вас есть, да? То есть, соответственно, у вас есть выход в Вайбер. Вы заходите в Вайбер, пишете любое, ну, например, группу. Есть какие там, подслушанно, да, любой город ставите. Там барахолка, там любой город ставите, да. И, скорее всего, у вас выйдет это все название группы. То есть, ближайший ваш город. И вы уже заходите в эту группу, в этой группе присоединяетесь. И ходите потихонечку в этой группе. Человек 5-10 пригласили. Что я пишу? Я пишу. Здравствуйте, Светлана. Мы с вами находимся в одной группе. Очень приятно. Я сейчас веду группу в Вайбере, где делюсь выгодными акциями на продукцию компании Reflame. Рада быть полезной. В группе скидки до 80%. Распродажи, выгоды, предложения, выгодные предложения. Цены склада. Добавляю вас. То есть, понимаете, приятное предложение. Кто-то говорит нет. Кто-то говорит добавьте. Я кидаю ссылку, они проходят по ссылке. То есть, вот таким образом человек добавляется. Да, Ирина, очень хорошая идея. Мне понравилась идея. Мы начали с чего? Сначала вот Антонина. Предложение. Мы немножечко переделали под себя. Ну, как бы я, да, тоже под себя. Потому что мне удобнее такой вот разговор. С тем человеком, которым когда-то... У меня очень много тетрадок, которые... А я их не выбросила, представляете? Я что-то делала ревизию и еще хотела выбросить, с которыми я анкетирую. Представляете, какой это хороший зател для того, чтобы познакомиться с человеком. Когда-то люди не захотели вайбер, а сейчас вы можете набрать номер телефона. Вот, я не знаю, телефоны это есть в функции или нет. Я набираю с компьютера. Я набираю с компьютера номер телефона, у меня высвечивается сразу, есть у человека вайбер или нет. И если есть вайбер, я ему пишу такой текст. Здравствуйте, Светлана, да? И пишу. Мы с вами чуточку знакомы, потому что я же давала ей... Ну, перед этим я пишу. Я вам давала каталог. Помните? Я хотела вас уточнить. Если вы в группе распродажи у меня в вайбере, то есть я же ход конем делаю, да? Человека вызываю на разговор. Она мне откликается. Есть она в группе вайбере? Нет, она у меня... Да может, ее и нету. Я же понимаю, что я ее не вижу у себя. Но я делаю такой ход, да? Ход конем, да? Она мне говорит, там, ну, уже дальше идет текст. То есть человек вызываю на диалог, да? И пишу. Мы же с вами чуточку знакомы. Поэтому у меня к вам выгодные предложения. Катя, у меня сейчас есть уникальная возможность тебе оформить бесплатную бонусную карту. Это скидка 20% на всю продукцию Арифлей на всю жизнь без обязательств. А если из каталога что-то выберешь еще себе, сэкономишь 149 рублей. Ну, я переделала антонимный текст, как вы видите, да? Но хвостик остался неизменным. Для карты нужно то-то, то-то, то-то. Каталог сейчас скину и все. То есть вот такой текст тоже работает. У вас сейчас до конца бесплатное оформление бесплатного дисконта. У нас сейчас с вами еще целая неделя. Ребята, поле не пахано. Берите старые, свои анкетирования, блокноты, тетради и заводите диалоги с этими людьми. Но опять-таки я вас предупреждаю, что много не надо ходить. Вот, например, я сделала сразу, я же обрадовалась, да? Когда я такое поняла, что есть фишка. Я сделала 20 рассылок. И мне сразу Вайбер тоже написал, что слишком много у меня активности, да? Поэтому я сделаю тоже, немножечко как бы хитрю. Делаю 10 рассылок с утра, потом где-то я после обеда и ближе к вечеру уже, ну, прям даже вечером после вебинара я вот тоже это делаю. То есть кидаю такой, знаете, наживочку. Здравствуйте, там, Светлана, здравствуйте, добрый вечер. Там вот, то есть вот такой, 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 такой вывожу человека на диалог. Я вам точно скажу, что не все говорят, да, вот я, возьмите меня, сейчас я буду тут вот делать. Нет, это точно такая же рыбалка. Но, ребят, сейчас в наше время, то, что мы сейчас в самоизоляции сидим, нам нужно с вами работать. А каким методом? Вот этот метод очень мне прям понравился. Знаете, я прям вот зажглась. У меня сегодня регистрация, это, ну, немножечко тут у меня еще, я ее недооформила, да, но человек у меня переписывался, да, сегодня третий день, да, она, я как бы ее уже сводила на нет, она меня опять спрашивала, опять спрашивала, почему на нет, потому что она не хотела регистрироваться. То есть я думала, что я как бы не хочу тоже, ну, не хочешь, не хочешь, ну, мы восстанемся друзьями, добавила в группу и все. Тут она мне сегодня пишет, что согласна. То есть, понимаете, тоже немножечко хитриня сначала как бы, да. То есть вот таким макаром, как говорится, работаем, вот таким методом очень хорошим мне этот метод понравился. Уже переписывалась, и рега, ну, Оля, ну, это вообще классно. Поздравляю, Оля, отлично, он молодец, прям шикарно. Я говорю, метод хороший, правда, вот правда. Возьмите свои старые записи, вот они пригодятся сейчас. Кто-то сказал когда-то нет, а сейчас вам скажут да, это точно. Далее я вам говорила, да, вначале, что с брендовой страничкой я не работаю, потому что она у меня как брендовая идёт, да. Я сначала не думала как бы про то, что у меня бренд, ой, ну, что это такое, откуда, чего я вообще не знаю, что такое бренд, да. Но потом, когда я поняла, что мне делают люди комплименты, да, что я поменяла работу, что я выгляжу лучше, чем раньше, да, я поняла, что здесь вот это и есть, этот бренд, да. Бренд – это вообще понятие абстрактное. Это наши с вами эмоции. Люди приходят на человека. Вот, например, мне предложение делала несколько раз, да, а я пошла на Ирину положенцеву. Мне делали люди разные предложения, да. Я пошла именно на неё. Я пошла на её, вот, на её притяжение, на неё эмоции, на, как она со мной расположение, да, вот, на всё вот такое. Мы с вами точно так же приглашаем людей, кто-то не идёт. Вот вчера у нас с Ириной Лазухиной был тоже такой же момент, когда я в группу в Вайбере пригласила девушку знакомую, она мне сказала «нет», а Ирине она сказала «да». То есть она не захотела ко мне в группу добавиться, добавилась к Ирине. Ну, смотрите, точно так же, чем на человека пошёл, да, почему-то она ей больше приглянулась. Как вот Ирина Приезжева говорила, почему ей много людей делали предложения в соцсетях, но пошла она на меня. Тоже это какая-то загадка, да, вот для нас. Вот этот бренд – это связущее звено между товаром и потребителем. Вот мы с вами несем бренд. Нужно, конечно, использовать его в правильное русло, направить этот бренд. Мы с вами знаем, что на брендовых страничках я не… Ну, у меня есть, конечно, закрытые такие группочки, да, где я фотографии только для родственников, да, но мы сами же знаем, допустим, у меня родственники живут в разных уголках России, да, и если мы сфотографировались, например, на Новый год, ещё что-то хочется поделиться, они точно так же со мной делятся. Закрытая такая группа. Открытая группа для всех – это у меня Арифлейн. Всё, пожалуйста, у меня все объятия раскрыты, все заходите, смотрите, то есть вот только для всех Арифлейн. Ставим красивые фото. Я вам опять говорю, люди любопытные, они заглядывают, они спрашивают. И спрашивают, Свет, вот так ты где опять? Ты где бы опять была? Вот мне нравилось то, что мы тогда, как говорится, ездим, но сейчас никто пока не ездит никуда, а мы ездили, люди завидуют, люди смотрят, люди обращают внимание. Это, пожалуйста, вот ваше лицо – это ваш бренд, ваша позиция, да, ваше настроение, ваши посты, ваши статусы – это ваш бренд, что вы оппозиционируете. Если вы будете думать плохо, будут плохие фотки. Вот я нашла старый свой слайд, но мне фото тут очень понравились, такие фото позитивные на берегу реки, да, красивые. Ну, мне очень нравятся фотографии, да, я вот бывают такие моментики, пересматриваешь, прям думаешь, ну как здорово, ну вообще прекрасно, что я сюда попала, это же так классно, это так чудо какое-то, что я в такой компании нахожусь, это просто феерическо. Вот понимаете, вот когда вы вот так вот пишете, что это статус какой-то у вас зажигательный, не там такое, знаете, заунывное. Заунывное, ну кто к вам придёт? Ну придут, ну скажут, ну славьте его господи, что у тебя плохо, да, ну кто вот, ну они пожалеют три секунды, а потом скажут, ну как хорошо, что у них хуже, чем у меня. Вот правда? Вот напишите семёрки, кто точно так же думает. Напишите, пожалуйста. Вот, я думаю, что, например, если вы ставите там статус такой и сами себя позиционируете с красивым таким, знаете, образом жизни, да, то вы его и притянете. К вам придут такие же, как мой муж называет, такие же сумасшедшие, как ты. У тебя, говорит, команда такая же зажигательная, сумасшедшая, как ты. То есть, вы знаете, это комплимент. Мне это нравится, это здорово. Фотографии работают, они работают на вас, вот на ваше личное, знаете, развитие. Вот кто-то класснул, кто-то написал, кто-то подписал, опять ты там поехал. То есть, вот, пожалуйста, и хочется таким людям, вот поверьте мне, мне звонят и также делают заказы. Девушка, которая была у меня, со мной раньше работала, она именно пришла через Одноклассники. Она пришла и говорит, Свет, ну я не могу на тебя смотреть, ты так хорошо выглядишь, у тебя ты везде ездишь, я хочу зарегистрироваться. Это вот было в прошлом году, и она делает почти каждый каталог под 200 баллов. Но она не пришла в бизнес, она делает, как бы, акцент на здоровье. То есть, у нее сейчас важно это, да, но я думаю, что все-таки со временем она придет, потому что она постоянно мне говорит, что очень ей все нравится. Конечно же, мы с вами личное потребление, когда мы с вами одеваем аксессуары, кстати, у меня уже давно вот эти вот, сегодня я на них обратила внимание капельки, когда мы с вами наносим макияж, покупаем что-то, да, это в компании, да, мы обязательно хвалимся, обязательно в чатах выставляем свою продукцию, снимаем видюшечку, что мы пьем коктейль, что мы делаем масочки, да, вот мне так маска-марафон нравился, как мы красиво все выглядели, какие мы активные все, это просто феерично супер. И это опять-таки контент для работы, ребята, опять-таки вы можете этим работать, выставлять все эти фотки, вот что тут есть, все фотки, у меня все эти фотки работают, работают или в личные сообщения, кидаю, например, фото, говорю, вот, все, я получила заказ, вот у тебя, это твоя продукция в заказе, да, если кто-то у меня, ну, есть у меня люди, которые не регистрируются, а просто две-три позиции берут у меня лично, ну, так, значит, так, значит, я их люблю и так, если они хотят так, но я не исключаю, что они придут сами зарегистрироваться. Вы обязательно хвалитесь, обязательно снимайте видео. Девочки, мальчики, кто здесь присутствует, надо обязательно ставить, вот у меня кот заинтересовался Омега, вы не представляете, как он, это шум банки, слышит с другой конца, с другой конца квартиры и мчится, я говорю, так, друзья, у меня два кота, так, говорю, нет, я сама люблю. Итак, с чего надо, что нужно делать, с чего начать, не надо думать, с чего начать, на время пришло действовать. Сейчас, когда сегодня был вебинар и сказали, что онлайн-продажи взлетели, ребята, надо просто нам с вами не спать, надо делать, надо лень эту отбросить вообще. Этот день обмену и возврату не подлежит никогда, вы понимаете? Вот он закончился, всё, всё, завтра будет другой день, но это уже не сегодня, а это уже будет завтра, а завтра наступит, он тоже будет называться сегодня. Поэтому давайте мы начинаем делать уже действия. Не надо сидеть, надо быстро-быстро реагировать. Итак, под итог, смотрите вебинары обязательно, обязательно. Если вы даже думаете, что семь пядей во лбу или даже восемь, что вы умница, красавица, что вам ничего не надо, всё равно включайте вебинары, по умолчанию обучайтесь, думайте и смотрите. Обязательно. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь написать отзыв коряво, но вы большая молодость, что вы начинаете это делать, писать. Все ваши проблемы решит рекрутинг, потому что это нужно обязательно для вас. Рекрутинг – это ваша работа, это ваша зарплата, это ваше будущее в исполнении ваших мечт. Рекрутируете вы, рекрутирует команда. Мы в нашем рабочем чате, в нашей команде, да, мы кидаем друг другу скрины. Что мы делаем, какие переписки ведём, то есть мы работаем. Девчонки Айдана и рекрутинг, кто на рекрутинге, вопросы в рабочий чат, и у нас идёт вот эта постоянная движуха, то есть планировать обязательно нужно конкретные действия. Мы все люди, у нас сейчас праздники, могут куда-то что-то, да, там уйти или, там, ну, допустим, отвезти заказ или что-то ещё, да. Обязательно домашние дела, всё равно никто их не отменял, да, всё равно нужно планировать день. Когда мы с вами общаемся с людьми, мы их не уговариваем. Я вам очень советую не уговаривать. Да, наша работа, да, с вами, начинаем работать. Нет, это следующее, значит, ни за кого ничего не решаем, не думаем, а вот этой Маше ей не надо, потому что у неё муж, потому что она сама, да, потому что вот она такая-сякая. Ни в коем случае Маше и Даша и Кате и Пете всем приглашение делаем, всем абсолютно. Делаем каждому человеку, а он решает за себя сам. Так, рекрутируем каждый день в системе, обязательно, хромая, больная, вышла рекрутировать обязательно. Несколько предложений, даже если ты болеешь, всё равно можно отослать. Кто так думает, ставьте восьмёрку, пожалуйста. Я, если болею, вот у меня, допустим, да, Оль, я согласна, потому что, если я даже себя не очень хорошо чувствую, когда я даже лёжу, вот у меня телефон, да, вот он, вот так вот, я лежу, и вот так телефон перед глазами, я клац-клац-клац-клац-клац отправила, потому что, ну, это уже система, без системы нельзя абсолютно. Не ждите максимум, если вы делаете минимум. Сделали три предложения, лапки сложили, и думаете, вот, система не работает, ко мне никто не идёт. Ребята, больше делаем. Слушаем кандидатам, выявляем их потребности, выявляем мечту, цель и присоединяемся. Говорят вам, зачем я буду рекрутировать, ты помнишь свою мечту? Напоминаем. Делимся своим опытом, обучаемся сами, обучаем партнёров. Научился сам, научи обязательно партнёра. Что ты, если забыл, сейчас у нас бот есть. Классный бот, это очень хорошо работает. Ребята, обязательно. Рекрутинг, рекрутинг, рекрутинг. Обязательно ставим реальные цели, пишем планы. График работы обязательно повесьте себе перед глазами, повесьте себе на холодильник. Повесьте у компьютера, в том месте, где вы больше всего пребываете, большими буквами. Света, твоя цель такая-то. Прямо, чтобы вы уже просыпались, эта цель у вас прям сверпила перед глазами. Чтобы всегда было. Если вы помогаете своей команде, вы растёте сами. Запомните, команда растёт, команда будет получать доход, вы будете получать доход тоже. Начните сейчас, начните там, где вы находитесь. Какой метод вам удобнее, тем методом работайте. Если вы вспотели от страха, похолодели руки, начните так. Болит спина, болит голова, выпили таблетку и сели, опять делаете и работаете. Ребята, потом вам это вернётся 100%. Стоится, вернётся. Будете проводить телефонное собеседование, вы будете заикаться, холодеть, бояться. Напечатайте текст перед глазами. Такой какой-то, как вы думаете, по предложению вашего спонсора, соответственно. Как спонсор вам сказал, какой текст. Вот написали, чуть-чуть под себя подредактировали, изменили имя, да, и всё. То есть обязательно, обязательно делайте. Если вы не начнёте, поверьте мне, у вас так и будет. Ничего у вас не получится, как мне говорят, я была в Арифлейме, ничего у меня не получится. А что ты, милая моя, делала там, в Арифлейме-то? Ты пришла потусоваться или просто выходила на вебинар и пообсуждала, что все говорят. И всё, ребята, надо делать. Если вы боитесь, надо всё равно продолжать. Продолжать. Нет настроения? Рекрутируй. Нет команды? Рекрутируй. Не нравится ваша команда? Рекрутируй. Ищи другую. Некого обучать? Рекрутируй. Не с кем проводить планёрки? Рекрутируй. Хочешь новое звание? Рекрутируй. Я очень хочу новое звание. Я рекрутирую, ребята. Я свои талмуды все подняла. Я буду всем делать предложения. Хочешь денег? Рекрутируй. Хочешь путешествовать? Рекрутируй. Мечтаешь? Ну, о чём-то, да? Рекрутируй, рекрутируй, рекрутируй. Слушайте, ребята, ну надо обязательно работать. И поймите, это всё обязательно вернётся сверху. Сверху вселенная, она видит. Если ты хочешь, обязательно у тебя это будет. А это надо хотеть, надо гореть, надо думать, надо рекрутировать. Это же несложно. Это несложно. Вас же никто не укусит. Вы у компьютера сидите, вы общаетесь. Это же клёво. Сели, настроились, поставили себе кофе или там, что вы пьёте чайку. И понеслась. Общение классно, здорово. С таким напором, с таким настроем к вам придут такие же классные люди, как и вы. Ну, у меня всё на сегодня. Спасибо большое, что все вышли на площадку. У нас 29 человек. Обязательно к концу года будет у вас у всех новое звание, потому что мы с вами этого хотим. Ну, всем не спать. Беспокойного вечера, беспокойной ночи. Рекрутируем, рекрутируем и ещё раз рекрутируем.